Привет, я Маша. Сегодня я решила ответить на 50 вопросов из тега под названием Книжный Блиц. Этот тег я подсмотрела у своей коллеги с канала на полке, ссылочку оставлю в описании. Она, в свою очередь, подсмотрела этот тег еще у кого-то. Ну, короче, такая цепочка получилась. Короче, вопросов много, не будем затягивать. Твердая или мягкая обложка? Конечно, твердая. Я вообще отношусь к тому типу людей, которые очень любят коллекционировать книги на своих книжных полках. И для меня максимальным удовольствием является книга именно в твердой обложке. Суперобложка надета или снята? Вообще, на время чтения я всегда снимаю суперобложку. Если это манжетка, то есть такая полусуперобложка, я ее выкидываю сразу же, прям вот после того, как распаковываю книгу. Я их никогда не храню. Если это обычная суперобложка, то да, книги у меня стоят на полке именно в ней. Букинистика или новые книги? Конечно, новые книги. Букинистику я могу приобрести только в том случае, если есть какая-то книга, которую я прям очень хочу приобрести. Но в наличии новой ее нет в магазинах, поэтому приходится брать с рук. Но такого у меня на моей памяти еще ни разу не было, поэтому все книги, которые я хочу купить, они либо переиздаются, либо есть в наличии. Но, короче, проблем не возникает. Электронные книги, да или нет? Я читаю электронные книги только в двух, наверное, случаях. Первое, если эта книга очень стыдна, ну, знаете, вот с разряда тех книг, которые просто стыдно взять с собой в общественный транспорт или еще куда-то, и вы заведомо знаете, что вы прочтете, забудете о ней, никогда больше возвращаться не будете, то есть вам нет смысла даже ее просто брать на своей книжной полке в физическом обличии. Ну и второе, если я не уверена, понравится ли мне эта книга или нет, и надо попробовать какой-то фрагмент надкусить, и потом уже делать вывод, стоит ли покупать ее в физическом обличии. Ну и третий вариант, если я очень, наверное, хочу приобрести книгу, а ее просто нигде нет, и я уже просто плюю на все и покупаю ее в электронке. Хотя я, прежде чем ввязываться в какую-то серию или читать какую-то книгу, всегда прощупываю почву и пытаюсь выяснить, а есть ли она в наличии, есть ли продолжение серии в наличии, и после уже этого начинаю читать. Аудиокниги, да или нет? В прошлом году я бы вам сказала, что нет, однозначно нет, но в этом я попробовала пробный период на Storytel, там неделя, по-моему, была, и это не так уж и плохо, но я слушаю книги в аудиоформате именно в том случае, если они у меня есть уже на полках. То есть я не слушаю книги, которые вообще, там, я не знаю, что это, и у меня их нет. Я слушаю только то, что я читаю в данный момент, чтобы, да, побыстрее продвигаться по ходу книги. Но в том же Storytel, например, очень мало есть тех книг, которые есть у меня на полках, которые мне вот нужно послушать. Ну, короче, и плюс подписка на этот сервис очень дорогая, там, что ли, 500 рублей в месяц. Пока что я поняла, что цель не оправдывает средства, и, ну, то, что я одну книгу, там, на 50% прослушаю раз в месяц, это не стоит 500 рублей. Пользуешься ли подпиской на книжный сервис? Ну, вот я про Storytel уже сказала, к слову, я случайно как-то подписалась на платный период один месяц. Ну, это была максимум одна книга, которую я прослушала, это явно не стоит 500 рублей, поэтому... Интернет-магазины или обычные книжные магазины? Какой-то период времени я покупала только в интернет-магазинах, потому что я считаю, что там на 100% дешевле книги. В принципе, так оно и есть. Плюс в книжном магазине ты не всегда можешь найти книгу, которую хочешь в физическом обличье, поэтому ее все равно приходится заказывать. Но вот недавно я начала захаживать частенько в читай город, в котором, оказывается, по карте намного дешевле приобретать книги. Там из разряда она стоила вот 600 рублей, на ней ценник 600 рублей, а продают ее за 400 просто вот из-за того, что есть эта карта. Ну, то есть... И по факту книги получаются либо одной и той же стоимости, либо слегка дороже той стоимости, которая представлена в интернет-магазинах. А иногда даже и дешевле даже такое встречается. Ну, и само вот это ощущение, когда ты вот, знаете, книжечка стоит на полке, ты ее берешь, уносишь домой, и понимаешь, что вот, через 15 минут она будет с тобой дома. Короче, все, шиза. Покупаешь ли книги из-за обложки? Я их не покупаю, я их откладываю из-за обложки. Вот у меня на зоне валяется очень много книг, которые мне просто внешне привлекательны. Я их туда запихнула, но я их, допустим, не покупаю, они там лежат. Перед тем, как оформить свой окончательный заказ, я смотрю эту книгу, рейтинг ее на лайфлибе, и если она меньше... Если этот рейтинг меньше 4, то я эту книгу убираю из отложенных, и, да, она не приобретается. То есть, да, возможно, не очень честно, потому что книга для каждого субъективна, и каждый может воспринять ее по-своему, для кого-то это может быть худшая, для кого-то лучшая книга, но есть, как бы, времени не так уж и много в жизни, поэтому, возможно, стоит тратить его на что-то более стоящее, что 100% попадет в цель. Хорошая книга с плохой обложкой. Порылась я тут на своих книжных полках, и максимум, что смогла найти, это дневник Приджит Джонс. Книга очень легкая, с которой можно провести вечерочек, расслабиться, отдохнуть, но вот эта кинообложка мне не очень, честно говоря, нравится, да и корешок. Ну, короче, все тут не очень, но книга приятная, возможно, как-нибудь перечитаю ее на английском. Плохая книга с хорошей обложкой. Достала эту книгу уже из Анхола, это Твин Пикс, беседа журналиста Брэда Дьюкса с создателями сериала. Я эту книгу приобрела на волне своей любви к этому сериалу, когда посмотрела первый сезон, мне покорило самое сердце, я решила расширить материалы, докупить что-то дополнительное, чтобы расширить свое знакомство с этим миром. И, в принципе, то есть именно к наполнению этой книги, ну вот к самой информации, которая там содержится, у меня особо претензий нет, это очень интересное дополнение там для фаната этого сериала. Но то, как все это оформлено, во-первых, нет какой-то определенной структуры, то есть вся информация очень разбросана, все это, опять же, поставлено, да, в виде интервью, что, в принципе, норм, но как-то это все какими-то клочками, все как-то неприятно, не собрано. Вспоминаются, да, люди, участвующие в создании этого сериала, и они называются только однократно, то есть когда мы с ним знакомимся в первый раз. А потом, а здесь огромное количество персонажей, огромное количество героев, людей, с которыми мы знакомимся, и держать их просто все в памяти физически невозможно. Каждый раз возвращаться к началу книги, узнавать, а что это вообще за человек, а что он делал, это не очень, мягко сказать, удобно. Ну и плюс, какое же тут количество гигантское просто ошибок, они во всем. Это банально самые грамматические ошибки, там, заканчивая более серьезными вещами, типа, он пошла, она сделал и тому подобное. Отсутствуют знаки пунктуации, ну то есть тут столько проблем, вот именно по части корректуры, что на них невозможно закрыть глаза и сделать какой-то положительный вывод в пользу этой книги. Если вы посмотрите ее рейтинг, отзывы на нее, то огромное количество негатива там дьется именно на корректуру этой книги, потому что она, ну, казалось бы, отсутствует, потому что как можно столько ошибок допускать в тексте, непонятно. Если вы хотите эту книгу, пишите в директ, что ли, договоримся. Первая книга, которую ты прочел? Не-не-не-не-не, это совсем сложно. Я даже не помню, когда я начала читать вот так сознательно, чтобы вот самая первая книга, которую я от корки до корки прочла, я помню определенный набор книг, которые я читала там в детстве и уже там подальше. Ну, в 11-12 лет где-то я помню читала «Сумерки», вот эту всю татарологию ей упивалась, потом читала раньше, по-моему, Нину, я уже не помню точно, как эта серия называется, но где-нибудь тут картинку вставлю, «Гарри Поттер» вообще частями. Ну, то есть мне сложно сформировать какой-то ответ внятный на этот вопрос. Последняя книга, которую ты прочел? Это «О дивный новый мир» Олдеса Хаксли. Меня что-то потянуло невероятно на антиутопии, скоро будет, наверное, отзыв какой-то общий по ним. Последняя серия, которую ты закончил? Последняя серия была «Хроника семи козалет». У меня, кстати, на канале есть отзыв. Невероятная семейная сага, состоящая из пяти книг, закончила ее в прошлом году, и вот сейчас заканчиваю «Рожденный туманом». Третью книгу нахожусь на вот половине прочтения ее. Ну, короче, «Хроника семи козалет». Последняя купленная книга. «Антиутопии привет» — это Джордж Оруэлл, «1984, скотный двор», и тут также набор его эссе небольшой. «Антиутопии» — все, отзыв будет в скором времени. Я сейчас практически дочитала «1984», хотя вообще стоило начать со «Скотного двора», потому что он является идеологическим началом, в котором только зарождается эта идея, а в «1984» эта идея уже воплотилась вот в что-то окончательное. Какую книгу можешь посоветовать прочитать всем? На самом деле, я думаю, таких книг много, но первая самая книга, которая мне пришла на ум, это «Джон Уиндом. Куколки». Эта книга просто невероятная, которая нам повествует о мире, в котором нет месту неидеальности, в котором у людей есть определенный шаблон, видение того, как человек должен выглядеть, что он должен делать. И если какой-то из людей, кто-то из людей не соответствует этому шаблону, то он в обществе не принимается, его просто из него вышвыривают. И вот тут поднимаются очень глубокие вопросы, несмотря на то, что произведение совсем малюсенькое, терпимости, отношения к другим людям, в принципе, где-то даже влияние, наверное, образованности на твое представление о мире, на способность фильтровать информацию, которую тебе пытаются навязать и так далее. Ну, короче, я очень вам эту книгу рекомендую, тем более она совсем не обременительна в своем объеме. Топ-3 любимых жанра. Не, это тоже не для меня. Я вообще не как-то не особо фильтрую литературу по жанрам. Если честно, у меня с этим огромная проблема. Ну, давайте там выделим отдельно классику, наверное, антиутопии. Хотя это вот буквально недавно со мной произошло. Вот как по щелчку пальца эта любовь со мной случилась. И я просто больше не знаю. Я и триллеры люблю, и детективы, и фэнтези. Я даже не знаю, что на это почетное третье место поставить. Ну, пусть будет, наверное, фэнтези. Хотя все остальные жанры я тоже очень люблю. Мне сложно их делить как-то вот на топ-3, топ-5 и так далее. До какого жанра никогда не доходят руки? У меня нет такого жанра, в смысле. Я, в принципе, читаю все. Просто есть тот жанр, которого я опасаюсь. Это вот всякие космические оперы и так далее. Я не очень как-то люблю тему космоса в произведениях. Хотя я раньше и антиутопии не любила. А сейчас вот это один из моих самых любимых жанров, как выяснилось, если вы знаете какое-то очень знаковое произведение, просто невероятное, отличное, вот с темой космоса связанное, в плане вот какой-то фэнтези космической и так далее, посоветуйте, пожалуйста. Возможно, я смогу как-то наиболее безопасно для себя нырнуть в этот океан этого жанра и как-то сделать для себя вывод, стоит ли мне читать его дальше. Читаешь ли поэзию? Ну, не очень, но вот недавно я приобрела сборник Оскара Уайлда в очень красивом издании, в котором есть поэмы, есть пьесы. И вот я чуть-чуть почитываю оттуда. Мне, в принципе, нравится. Раньше я читала Шекспира и прочла все его трагедии. Хочу, кстати, перечитать как-нибудь, потому что очень трогающее, до самого сердца пробирающее произведение. Ну, каждая из этих трагедий, в принципе. Я это для себя приемлю, то есть для меня это не какой-то стоп-жанр, в который я никогда не лезу. Научпоп? Нет. У меня очень сложное отношение с Научпопом, потому что большинство Научпопа, которые сейчас присутствуют на рынке, это вот чисто коммерция. Это просто очень яркая книга, как правило, с яркой кричащей обложкой, на которой написано очень что-то такое, затягивающее тебя внутрь, такой кликбейт, как сейчас модно выражаться. Под обложкой просто ведро воды. Еще повезет, если воды. Как правило, бывает и что похуже. Там просто какие-то банальные советы из интернета, которые занимают там, ну, страничку, а ее растягивают на 400 страниц и просят за это 700 рублей. Ну, извините меня. И я просто, мне это набило уже искомину. Я не хочу даже ссуваться в эти жанры, потому что большинство из них сейчас это полнейший шлаг. И обидно за действительно стоящие книги, достойный Научпоп, который может что-то вот в твоей жизни действительно поменять, но не может, потому что до него у тебя руки не дойдут, потому что ты разочаруешься вообще в этих жанрах, в этом жанре, и скажешь, да ну нафиг. Книги для детей с 8 до 12 лет предназначены, я так понимаю, для этого возраста. Ну, я нет, честно. Я сейчас нет, не готова читать такие произведения. Любимый книжный, околокнижный предмет. Закладка. Может считаться здесь? Я не знаю, закладка со стикерами делит вот это первенство, поэтому назвать что-то конкретное я не могу. Какой закладкой пользуешься сейчас? Ну, у меня их несколько, потому что я читаю несколько произведений. Ну, вот, например, Джордж Оруэлл, которого я уже упоминала. Здесь закладочка The Simpsons. Я покупала футболку в Кропе, и там вот на футболке была такая бумажечка. Я ее сохранила. Самое странное, что ты использовала в качестве закладки. Я, знаете, не из тех людей, которые закладывают жвачкой, лишь бы заложить. Ну, самое странное, у меня, наверное, была салфетка. И это и то, когда я потеряла свою закладку, или там начала читать какую-то дополнительную еще книгу, а в планах у меня была одна, и, короче, нет дополнительной закладки. Ну, а так, салфетка, чек, может быть, все. Это максимум, на что я способна. Книжки толстячки от 600 страниц или обычные 250-300 страниц? На самом деле для меня это не имеет большее значение. В какой-то момент я даже начала ловить кайф от того, что читаю крупные произведения. Типа вот, вот чего я добилась. Какой-то книжный вызов в самой себе, наверное. И тем более есть очень много красивых изданий. Вот те же большие книги от Азбуки, в которых в некоторых томах собрано по несколько произведений. Это просто банально удобно экономить, мне кажется, мест. Но еще и деньги, пожалуй. Потому что вместо того, чтобы покупать там три произведения, ты это берешь просто в одной книге. Ты в какой книге? Очень красиво опорненный. Поэтому вообще у меня нет такого предубеждения. Поэтому книги с иллюстрациями или голый текст? Все, я думаю, зависит от издания книги. Если я беру что-то очень дорогое, красивое, то я рассчитываю на то, что внутри будут иллюстрации, соответствующие тексту. Если это какая-то более бюджетная книга, хотя сейчас даже в бюджетных некоторых, даже в мягких обложках есть иллюстрации, то понятно, что этого там ждать не стоит. Тем более есть книги, которым иллюстрации в принципе не подходят. Вот дневник Бриджит Джонс. Какую иллюстрацию ты туда, извините меня, запихнешь? Любимая книжная пара? На самом деле пар, понятное дело, в книгах много, но первое, что мне пришло на ум, это очень странно. Стивен Кинг, 11-22-63. Здесь пара Сэйди и Джейка Эйпинга. Это самое милое вообще, что я видела в своей, наверное, жизни, хотя, понятно, есть более какие-то милые, достойные внимания пары, но вот для меня эта пара была просто невероятная. Сэйди это вообще мой кумир на всю жизнь. Любимый книжный злодей? Не знаю. На самом деле сейчас мне на ум пришел Рик Санчес. Я не знаю, можно ли бы вообще назвать злодеем? Это классовский вопрос. Ну, короче, пусть будет Рик Санчес. Любимые книжные приключения? Приключений очень много, понятное дело, и в голове у меня сейчас вертится тоже огромное их количество. Ну, давайте, например, возьмем произведение Александра Дюма, «Граждане де Монсоро», которое я не так давно прочитала, вот в конце прошлого года. Там уже ближе, наверное, к концу Шико выдвигается в какой-то город, в долгое путешествие на своем коне, и его попутчиком является священник, его товарищ, на которого коня не хватило, ему дали ослика такого небольшого, который едва выдерживает вес этого священника, потому что он очень упитанный. И как вот они едут, в течение всего времени Шико постоянно подшучивает над своим товарищем, и как этот священник постоянно просит отдыха, просто молит о нем, постоянно просит вина, еды, и как Шико с ним мучается, понимая, что это очень сложно, и как он его выматывает постоянным галопом, и священник там за ним прям вот по пятам ходит, уговаривает его ослабить темп. Вот, ну, наверное, это. Любимый книжный мир. Наверное, я Симпсонов сюда приведу, на самом деле. То есть я себя поймала на мысль, что я не хочу в какой-то фэнтезийный мир окунаться, потому что для меня, ну, а реальный ты мир, чем плох? В принципе, ну да, очень много в нем проблем, но вот для меня здесь тоже существовать нормально. Почему я Симпсонов упомянула? Потому что это такой мультяшный, тихий, спокойный городок, очень яркий, насыщенный красками, вот именно в мультяшном плане, в котором даже если человек идет на работу, он не особо по этому поводу горюет, его все устраивает, он там шутками, прибаутками ест пончики себе на атомной электростанции. Вот какая-то атмосфера уюта, тепла и спокойствия там присутствует. Ну, в принципе, вот любой какой-то тихий маленький городок. Я бы лучше в Америку съездила, чем в какой-то фэнтезийный мир. Любимое чтение в детстве. Ну, опять же, как я уже сказала, я не особо помню сознательно то, что я читала в детстве, хотя такие книги были, я даже не помню, во сколько лет я начала читать. Поэтому, ну, наверное, пусть Нина здесь будет. Серии или одиночные книги? На самом деле все равно не имеет значения, хотя серии, понятное дело, воспринимаются вот именно морально более тяжело, потому что ты понимаешь, что вот ты сейчас одну прочитал, а там еще пять книг висит, и вот они прямо на тобой висят, на тебя давят, и тебе хочется поскорее начать их читать, но и не хочется одновременно. Я вообще, когда влезаю в какие-то серии, стараюсь их читать залпом, не делать каких-то больших перерывов, ну, там, две-три книги, например, между ними максимум, чтобы не забывать героев, потому что как только ты их забыл, ты начинаешь терять суть вообще происходящего, и ты не можешь на сто процентов воспринять все в книге так, как это задумывал автор, и как ты это должен воспринять, если, да, при условии, что ты помнишь все события, произошедшие ранее. Поэтому я стараюсь вот читать их залпом. Ну, наверное, да, одиночные книги более комфортны именно вот в плане моральном. Какую книгу ты любишь, но другие про нее не знают? Очень тяжело мне сейчас было на книжных полках найти такую книгу, но, ну, опять же, про эту книгу знают, да про все знают, которые у меня есть, просто о ней очень мало говорят, мне кажется, она заслуживает намного большего. Это «Чернобыльская молитва» Светлана Алексеевича. Книга рассказывает нам о соответствующем событии от лица тех людей, которые непосредственно там присутствовали или имели какое-то отношение к этой катастрофе. И вот от прямого лица, от людей абсолютно разного возраста, разного пола, разные социальные позиции мы будем наблюдать за происходящим, будем находиться в головах у этих людей и понимать, что же они тогда ощущали. Популярная книга, которую вы ненавидите. Именно искусственной литературы такой нет. Можно научпоп весь, наверное, который сейчас выходит, сюда принести. Это просто все вот эти книги по саморазвитию, коучинги от людей, которые зарабатывают исключительно тем, что делают эти коучи. И этого они в жизни в принципе добили, и за счет этого они зарабатывают свои деньги, которые не имеют никакого образования, никаких исследований не делали, не имеют вообще отношения к исследовательской деятельности, а вот просто выпускают книги и на этом зарабатывают. Вот, наверное, такую литературу, такие книги все я ненавижу, хотя они популярны. Какая книга изменила твою жизнь? Ну, такой книги на самом деле нет. Мне сложно сказать, что вот прям вот по щелчку пальца я прочитала, и моя жизнь поделилась там на до и после. Опять же, Джона Уиндома, куколки могу сюда привнести, просто чтобы что-то ответить, потому что она заставила меня задуматься над определенными вещами, и вот просто, ну, опять же, та ситуация, при которой у тебя в голове есть какая-то информация, но она не сформулирована в конечную какую-то картину, и автор нам посредством вот этих слов нам эту картину очень красочно описывает, и ты вот сталкиваешься с ней один на один, и это что-то в твоем сознании меняет. Но определенно книги, которая прям меня изменила, наверное, нет. Какую книгу ты ненавидел в школе? Сейчас вспоминается только, наверное, обломов и мертвой души, наверное, вот так. Я, это с чем связано было? Я, когда мои одноклассники начинали это читать, я ушла, допустим, на больничные на неделю, естественно, на больничные я ничего не читала, мне ничего не надо было, а когда я прихожу в школу, они все еще это размусоливают, все еще это обсуждают, там буквально по косточкам разбирая всех действующих лиц, всех, все места действия, и я понимаю, что мне, блин, надо читать, иначе я не могу отвечать на вопросы, получу двойку. И вот это понимание, что тебе скучно, тебе все это надо читать, сидеть и в 11 классе, камон, зачем? Мне там репетиторы и все дела, и нафига мне это вообще надо? Вот. Но с такими неприятными впечатлениями у меня связаны именно, связаны именно эти два произведения, больше я пока вспомнить ничего особо не могу. Я, кстати, хочу их перечитать для того, чтобы уже вот в этом возрасте сложить какое-то свое впечатление в отрыве от вот этой обязаловки, когда тебя заставляют читать. Любимая экранизация. Сейчас на ум приходит то, что я смотрю, это «Дивный новый мир», экранизация как бы по Олдосу Хаксли, его произведению «Одноменному». Это, ну, в плане экранизации, она, наверное, плоха, потому что она не передает сути, вернее, как она передает суть книги, но там все герои очень видоизменены. Где-то их просто поменяли местами с другими героями. Где-то им внесли в их характер качества, которых у них не было в книге, например. То есть Джон Дикарь вообще представлены здесь совершенно по-другому. Ленина Краунт тоже представлена совершенно иначе. Но если это рассматривать именно как сериал, то мне он очень понравился. Я не знаю, ответит ли это на вопрос, учитывая, что экранизация-то это не очень, но сам по себе сериал норм. Ну, допустим, отвечу «Престиж». Экранизация «Престижа» Кристофера Приста очень хорошая, атмосферная, загадочная, мистическая. И, да, в общем, она мне нравится. Фильмы по книгам или сериалы по книгам? Как вы уже поняли, я смотрю и то, и другое, для меня особого значения не имеет, что это. Но, как правило, если мы там берем какую-то книгу, в которой страниц 200, а сериал там на 2-3 сезона, то и больше, мы понимаем, что, скорее всего, там очень много художественного вымысла дополнительного, который автор не имел в виду, туда не закладывал. Очень много чего-то просто добавленного, то есть, скорее всего, к именно произведению начальному это будет иметь какое-то косвенное отношение. Поэтому, ну, если такая ситуация, то, наверное, не очень. Хотя, опять же, случаи бывают разные, и вот как с «Дивно новым миром» у меня сейчас происходит, да, герои другие, но суть-то произведения та же, по сути, сериал нам ту же самую мысль, пожалуй, прививает. Просто, да, это видоизменено. Ну, короче, не знаю, у меня с этим сложно. Какая книга срочно нуждается в экранизации? Так как я сейчас читаю третью часть «Рожденного туманом» героевиков, мне хотелось бы увидеть вот эту серию именно на экранах. Может, в виде сериала, может, просто в виде там фильмов нескольких или даже одного фильма. Окей, это просто очень атмосферная атмосфера. Масло масляное, ну вот, это что-то очень мрачное, загадочное, чарующее, мистическое, такое туманное. И очень интересно посмотреть на Вин в каком-то реальном воплощении, да, кого могут взять на эту роль. Очень интересно посмотреть на Кельсера, очень интересно посмотреть на Элленда, то есть, в каком воплощении они предстанут перед нами на экранах, например. Конечно, здесь есть огромная вероятность того, что экранизация провалится, как это часто бывает, но просто хочется посмотреть на это. Вот и все. Купаешь ли книги для коллекции? Да, потому что есть книги вот этого очень красивого, невероятного издания, и есть, допустим, Олка, то же самое, я бы прочитала «Маленькие женщины», не стала бы читать возможные остальные произведения, а так они там все собраны в одном томе, и, понятное дело, рано или поздно я до них доберусь. Оскар Уайлд, тот же самый портрет Дариана Грея, который я уже читала и, в принципе, могла бы оставить книгу в старом издании, но со скинообложкой, «Жертвуешь ли книги?» Ну, что значит «жертвуешь»? В библиотеку, да, я как-то книги относила. Там на меня еще и наорали, что-то это сюда приперло эти книги, их никто не читает, приперло самое непопулярное и так далее. Любимый перекус во время чтения? Я уже научена горьким опытом. Раньше я, особенно там лет 16-17, часто ела, обедала, ужинала, завтракала с книгой. Я помню вот четко, как я поющие в Терновнике читала буквально с каждой тарелкой там в каждый прием пищи не могла от нее оторваться. Но сейчас любая еда, которую я ем во время прочтения, оказывается сразу же на книге, чего мне очень не хочется. Мне хотелось бы все-таки сохранить эти книги для дальнейшего использования, для потомков, так сказать. Поэтому нет, я даже как-то чупа-чуп заживала, и он частично оказался на книге. Любимый перекус — это чай. Любимая поза для чтения? Сидя. Естественный или искусственный свет? Конечно же, естественный. Зачем закрываться шторами, если светит солнце и там включать искусственный свет? Во-первых, щечки, да, не забываем об этом. Взрослая жизнь, привет. Во-вторых, ну а зачем? Для зрения намного полезнее читать при естественном освещении. Читать снаружи или внутри? Для меня в 98% случаев это читать внутри, но я хочу расширить свою зону комфорта и выйти все-таки с книгой на улицу. Не сейчас, понятное дело, а летом в какой-нибудь парк посидеть, почитать. Ну, как правило, просто ну ты приходишь в парк, да, а там комары. И что делать? И ты сидишь, отмахиваешься, даже сосредоточиться на чтении, не можешь, потому что занимаешься вот этим отмахиванием. Короче, тоже сложно. Читаешь ли на других языках? Да, читаю на английском, периодически, просто для того, чтобы мой навык не атрофировался окончательно, хотя он вот близится к нулю, к начальному моему знанию языка, поэтому периодически все-таки надо читать на английском. Скорочтение, да, или нет? Вообще не вижу в нем никакого смысла. Если ты хочешь понять произведение, чтобы оно хоть на сколько-то у тебя в голове задержалось, то, понятное дело, надо читать качественно и нормально. Это может быть там сто страниц в час, но при этом ты эту информацию запомнишь, что ни в коем случае не зависит от количества прочитанных страниц, если ты читаешь качественно. Но если ты читаешь вот так вот по диагонали, понятное дело, информация не задержится в твоей голове, и смысл тогда вообще читать. Какую книжную серию хочешь закончить в этом году? Во-первых, это книжная серия, которую я еще не начала, но уже хочу закончить в этом году. Это серия от Робин Хобб, первая. И вторая серия это про войну между католиками и гугенотами Александра Дюмаа. У меня осталась только третья часть, 45. Вот ее тоже планирую прочитать в этом году. Выхода какой книги сейчас ждешь больше всего? Никакой. Любимый книжный инфлюенсер-блогер Лер Жук. Это просто мой самый любимый блогер вообще ever именно на русском Буктьюбе, потому что мне очень нравится ее блоговый формат, ее сынишка, как они вообще живут, что они там делают. Это так тепло, все так уютно становится. У тебя плохое настроение, ты открываешь ее видео и все, и сразу становится все прекрасно. И очень нравится то, как ее семья принимает участие в ее хобби, то, как она ее не порицает, а вот прям делать все возможное для того, чтобы ее в этом поддержать. Это прям ау. Причем я с ней познакомилась очень спонтанно. Я искала как-то отзыв на пожирающую серость, наткнулась на ее видео, сначала посмотрела, так я думаю, ну, а, а. А потом все, я поймала себя на мысли, что я хочу посмотреть что-то еще. И вот так вот зародилась моя эта невероятная к ней любовь. Какое видео на Буктьюбе особенно понравилось за последнее время? Ну, помимо любого видео Леры Жук, наверное, вот сейчас на ум приходит видео Алисы, в котором она с Ваней, с джифсиками ездила в горы, в домишко. Такое уютное видео, на самом деле. Если не видели, посмотрите, вот просто ради уюта. Не ради книжек, а просто посмотреть на это место. Я сразу же захотела туда же, потому что невероятно красиво, уютно и так далее. Ну, как-то вот так вот все получилось. Надеюсь, вам понравилось. До скорого видео.